Здарова всем, короче, вот второй, второй вот обзорчик на автомобиль. У нас появился третий человек. Еще один оператор. Прошлый оператор теперь выступает в роли главного действующего лица. Вот, мы сразу подвиняемся, тут у нас гудит электростанция, ветер шумит всякий, вот. Но зато мы снимаем на хороший телефон, руками хорошего тела... А, на хороший фотоаппарат, руками хорошего человека. Я думаю, стоит приступить. Вот, ну, в общем, вот она, овечка. Посмотрите, пожалуйста. Шевроле Авео, 2006 года выпуска, декабрь. Он просто все про нее знает, поэтому... Объем двигателя 1.4, 16 клапанов. Замечательный автомобиль, расход бензина 7 литров на авто. Ну, 7 литров это по паспорту? Это по трассе, потому что фактически больше. Давай посмотрим, что там у него есть. Стандартная, в общем. Стандартная процедура, открытие капота. Не знаю зачем, не знаю для кого, но... Не, ну, интересно же взглянуть. Что тут у нас есть? Е-Тек, второй причем, не первый, это уже как бы радует глаза. Это радует, никто не знает, на самом деле, что это такое. Журик Ивазов что-то там рассказывал, поэтому, если что, можете посмотреть у него. Ну, давай, рассказывай, что тут. Вот аккумулятор, пожалуйста. Ну да, аккумулятор, бачок охлаждающей жидкости. Ну, там антифриз, соответственно. Здесь у нас весь движок, здесь фильтр. Что еще? Гидроусилитель руля, то есть не сам гидроусилитель, а жидкость для гидроусилителя руля. Здесь вот заливается жидкость для омывания стекол. В принципе, в принципе, вот все, что и нужно будет знать человеку, который будет пользовать этот автомобиль. Долго ездил в нем? Езжу я почти год. Что-нибудь ты там делал, почти год. Почти год. Ну, расскажи. Покупал я бувшный автомобиль, и поэтому этот бувшный автомобиль, передние стоечки поменял, поменял. Сколько стоят передние стоечки поменять здесь? Здесь поменять, ну, я покупал их за две, две вроде тысячи. Ну, два рубля, короче, стоят стойки, а ремонт машины сам делал? Ну, нет, да мало. Тоже где-то, где-то, где-то около 4. Короче, 4 рубля стоит поменять стойки здесь? Да, тут ремень ГРМ менял сам. Конечно, это было просто эпопе. Короче, херовый меняется. Да, лучше отдавать в сервис. Ага, и сколько ты провозился с ним, сколько он стоит? Сам стоит, ну, он недорого, там, копейки, 200, 300 рублей. Ну, как копейки, да? В итоге провозился 4 часа, лучше бы не возился. Все, понятно, я целый день возился в свое время с ласточкой, но это вы видели. Вот, ну, все, тормозная жидкость, нужно проверять будет, если кто. А этот масло, как он, ест? Масло вообще не ест. То есть ты масло не менял вообще? А, поменял, конечно. Ну, поменял, когда купил, да, получается? Конечно, в принципе, ничего не жмёт. Про внешний вид, что я вам сразу скажу. Здесь, я знаю, немного устарел, для этого автомобиля, но по внешнему виду он очень мне нравится. За свои деньги, вообще такой прикольный внешний вид, особо на спереди, как у меня. Ну, конечно, она маловато, у меня сбоку похожа. Боку маловато, но если честно, то у меня не будет хорошо. Все, хочется, чтобы она была удобнее. Ну, что поделаешь, такой классный. Откроем багажник. Я думаю, багажник, дальше. Сзади она, конечно, выглядит не так хорошо, как спереди. Но, в принципе, более-менее. Вот, новый, новый авиа, хэтчбэк, сзади, выглядит поинтереснее. Ну, в любом случае, она выглядит интереснее, чем такой хэтчбэк, который с седаном. Здесь вообще ни хера не положишь. Вот, посмотрите. Вот это, ну, непонятно, для кого сделанный багажник. Сюда даже, в принципе... Нет, ну, что, перевозить что-нибудь? Мелочь? Ну, расскажи, что ты здесь перевозил. В итоге, в принципе, только мелочь. Могородную, всякие картошку и яйца. Ну, немного, там, раз... Ну, короче, сами видите, что ни хера сюда не влазит. Но зато, зато здесь сидушки раскладываются ровно в пол. То есть, ровная полка получается. И сегодня, в принципе, перевозил полки за меня. И все четыре колеса нормально вошли. Ну, в принципе, здесь все... А еще... Ну, там немножко перед, только изменен, в принципе. А все остальное то же самое. А нет, даже не перед, там еще... Там и перед изменен, и зад. Ну, ладно, это похеру. В принципе, у нас есть вот этот автомобиль, мы его и обозреваем. Что, давай залезем, посмотрим. Да, что там у нас сзади? Так, ну, сзади места, конечно, не особо много. Но, например, если сравнивать с моей ласточкой, с одиннадцатой моделью, а здесь она пошире. Вот, она пошире. Давайте сейчас я с другой стороны заделаю. Ну, вроде как, материальчик такой получше. Так, что в основном... Для чего нужно сзади? Сзади нужно возить друзей, семью и поспать, если что. Мало ли, там придется... Боюсь сказать. Да, я не буду дальше как бы влубляться в эту тему, но диванчик таки довольно широкий. Сидеть удобно. Сидушечки даже с каким-то рельефом. То есть, у меня вот просто такой диван на машине. Однообразный как бы, ничего такого излишества. Хорошо, что здесь стеклоподъемники автоматические и сразу здесь расположены. У меня вот они хоть и автоматические, но они там вот одни. То есть, вот видите, такие ручки. Ну, все, в принципе, что рассказывать сзади. А, еще полка. Самая лучшая вещь, конечно, это полка. Не знаю, для кого, для детей. Если мелкого посадить, то вполне он может тут и пожрать, и то есть все сделать, так что хорошая вещь. Ну, а так, карманы, вся херня. Я здесь роста небольшого. Мне вообще автомобили практически любые для меня созданы. Вот, это большой плюс. А человек высокого роста. Ну, давай, Леха, давай, садись сюда назад. Посмотрим, как там долины выпираются, не выпираются. Ну, конечно, места здесь не так много, но относительно габаритов автомобиля, как бы, места довольно много. Ну, я метр 76, в принципе, для меня, ну, достаточно. Короче, нормально. Еще запас есть, можно. Если забыть, что тут нет багажника, то, в принципе, в салоне хорошо. Давайте спереди посмотрим, что там у нас. Так, может, ты назад залезешь? Для людей, кто хочет покупать этот автомобиль, мне кажется, стоит, ну, не именно этот, а просто планирует купить этот автомобиль. Стоит знать, что, конечно, они чаще всего продаются в полной комплектации. Это четыре стеклоподъемника, да. Потом здесь кондиционер есть, что очень даже неплохо выручало меня летом. Вообще, шикарно включил, поехал. Здесь замечательная своя магнитола. Не знаю, что это за магнитола, Blaupunkt, да, но мне она нравится. Выдает свои 40 ватт, как и положено, в принципе. Хорошие, кто хочет больше, в принципе, может купить, я не знаю, усилитель. Смотри, даже на руле какая-то херня есть у тебя. Это мультируль, то есть управление происходит с руля. Замечательно, не надо тыкать, смотреть туда. Да, это плюс по сравнению с моей ласточкой. Когда привыкнешь, ты чисто интуитивно будешь нажимать эти кнопки. Сейчас я, пожалуй, заведу. Кстати, да, что хочу сказать. Теперь сравнил я со своей ласточкой вообще музыку и все такое. Здесь штатная музыка гораздо лучше. Прямо вот в разы лучше звучит, чем у меня. И басы. Понятное дело, что меломаны всякие там за миллион рублей любят покупать машины, чтобы там звучало. А так, в принципе, для ее стоимости вообще шикарно звучит музон. Давай сделай погромче. Так, просто послушать. Короче, вот я вам скажу, что гораздо лучше, чем на ласточке на моей. Потом еще, вот я в основном могу сравнивать с автовазом, конечно же, в первую очередь. Здесь сидушки более удобные. Есть какая-то боковая поддержка. Короче, сидеть удобно на них. Вот, сидишь, места впереди дофига. Тоже огромный вот этот вот у меня гораздо меньше. Как она? Торпеда, в общем. Вот. Что тут еще есть у нас такого? Вообще, в итоге, есть подушки безопасности, две подушки безопасности для людей, которые, хотя, хоть чуть-чуть заботятся, так сказать, о безопасности своей. Все-таки будет... Зеркала есть. Плюс. Зеркала, да. Вот мне, как парень, я не сказал, как увидел только у водителя, в общем, зеркало, сразу бабский автомобиль и ушел. Очень интересно. Ну, не знаю, тут каждый смотрит вообще со своей стороны. Так, все еще. А, кстати говоря, сколько лет автомобилю у тебя получается? Ну, так, 2006 декабря использовался, с 2007, можно сказать, да? Ну, три года и четыре, семь лет автомобилю? Семь лет. Ну, семь лет нормально, в принципе. Посмотрите, здесь протерлись, вот эта вот херня протерлась. Ну, это как раз, показатель. Как бы это довольно сильно портит вообще внешний вид. Потому что здесь садишься, в принципе, здорово, особенно после вазы, когда после своей ласточки я сажусь. Ну, да, в принципе, хорошо, интересно, тут еще... Ну, вот эта вот, в принципе, не страшная. То есть, ну, вот сама оплетка тоже потерлась, но... Не, ну, все равно хотя бы она есть, оплетка руля какая-то, непонятно из чего. Вот. Но вот краска, конечно, немного портит впечатление. Вот. Что еще тут? Да не, подкрасить, в принципе. Самый главный, самый главный плюс этого автомобиля, это его цена. Ты его приобрел за... 250. 250 тысяч рублей. То есть, в чем вообще, как бы, вся речь? Можно, конечно, делать обзоры на миллионные автомобили, там, за 2 миллиона, за 3 миллиона. Но, в принципе, я хотел сделать обзор на машину друга. Почему? Потому что, если кто-то, вот, даже если я буду думать, какую машину выбрать следующую после своей замечательной ласточки, пока она не слышит, я могу это сказать. Вот. То вот, за 250 тысяч рублей ты получаешь иномарку с двумя этими подушками безопасности. Подушками безопасности, полный комплект, кондиционер. Короче, всякие две, которые нужны. Вообще, в этом автомобиле мне нравится, и вообще, в автомобилях иномарок, то, что здесь очень часто учтены какие-то мелочи, какие-то приятности. Вот, допустим, приятность замечательная, это футляр под очки водителя. Вот здесь вот очки, вообще замечательно, можно хранить. Во-вторых, здесь вот, опять же, это вот удобство, да, тут, допустим, на руле, вот, опять же. Здесь вот можно положить бутылочку воды, да, для детей, опять же, вот этот столик, да. Здесь вот все это выдвигается приятно, удобно, то есть, под рукой все, пожалуйста. Здесь вот это вот, при переключении на заднюю передачу, здесь можно хотя бы вот поднять. Ну, это как на этом, как на Ланосе, на то, что? Вообще, в итоге, в наших иномарках, я вообще имею в виду, замечательно, хотя бы подумали о мелочах. И 250 тысяч рублей, так, еще это расскажи. Короче, у него тут какая-то херня зимой текла, вот это я видел. Здесь была красная лужа, вот здесь была. Сейчас этой красной лужи нет. Что это такое и вообще от чего? Ну, вот я ее такой купил, как я понимаю, в итоге сломалась печка, ну, отопление, да, вот, внутренняя печка, я не знаю, как она называется реально, да. Ну, как я понимаю, радиатор отопления, вот, внутри автомобиля. В итоге он потек, как я понимаю, предыдущий хозяин просто, напросто заливал какие-то непонятные жидкости, которые забили его и в итоге он начал протекать. Короче, просто впарил тебе со сломанной печкой машину. Пока что я могу сказать, что я ее не менял, но купил. Печка стоит 2 500, но работать до хрена придется сделать, как я понимаю. Ну, разбирать салон, ты сказал, да? Да, вот именно торпеду там, вот, ну, вот такие вот минусы бэушных автомобилей, честно говоря. Что, давай погоняем? Сейчас. Ну, ты закрыл? Да, я сейчас закрою, схожу, проверю, что все закрыто. Давай, все, выключите. И погоняем. Сейчас, короче, замерим разгон до 100. Ну, это стандартная процедура, дайте мне телефон, пожалуйста, я, если говорить, что-то не нашел. Телефон со спидометром. Ну, не со спидометром, со секундомером. Ну, секундомер, пожалуйста. Давайте, короче. Все, начинаем. Давай, раз, два, три. Ты скажи, когда стоп. Ну, ладно. О, там такие ужасные, когда-то ебинные, поюбились. Да, да, дорога, конечно, кивонок. Не получится ни хера ничего сделать. Короче, я первый раз в жизни на ней решил проехаться. Ты снимаешь, да, уже? Ну, и хорошо. Ладно, впечатления хоть, скажешь. До сотни разогнаться не получилось, потому что здесь дорога просто вся убитая. Ну, так хоть проедусь, скажу свои впечатления. Так, то же самое же, все, как и на лазерной ней. Все, то же самое. Сейчас еще подвинусь чуть-чуть. Ничего себе. Так, и переключение такое уже. Здесь, чтобы назад переключиться, нужно это сделать. Поднять. Поднять фигню, то есть, сама не переключиться. Так, ну, небольшой мастаке, конечно. А что мастаке-то тут нафтяное, можешь сразу переключаться. Первая короткая шутка, да? Да. Она чисто что-то просто. Ну, вот, в принципе, еду. Хрен его знает по управляемости. Ну, руль, кстати, не легкий. Я вот ездил на Ланосе, ездил. Там вообще невозможно крутить. Он слишком легкий. Я не чувствую, ну, опасно, короче. Мне, я боюсь просто на таком руле. А вот здесь реально чувствуется. Здесь есть что-то там, гидроусилитель? Да, гидроусилитель, да. Ну, тут, короче, даже если гидроусилитель есть, то он такой. Такой надо, короче. Потому что прямо чувствуется дорогу, и нормально это. Тугое руль. Конечно, не такой, как у меня. Но, в принципе, управляемый пальцем одним. Ну, в принципе, можно крутить, но я не встану. А так замечательный автомобиль. Сидеть удобнее, по крайней мере, чем в одиннадцатый. Вот. По разгону, я так понимаю, примерно такая же точно фигня. Потому что, ну, ориентировочно попробуем, ну, примерно то же самое. Сейчас, я тут на четвертый, по-моему. Да, на четвертый, да, сейчас. Это за второй на четвертый. Ну, ладно. Нет, я спину на четвертый. Ну, в принципе, я сейчас уже и вылезу. Так-то я понял, что. Ну, что, как по ощущениям? Автомобиль, как автомобиль. По ощущениям сидеть удобнее. Сидеть удобнее, чем на одиннадцатый. Ну, я могу сравнивать только с десяткой, с одиннадцатой. Ну, вот. Ну, вот, ручник ставится очень легко. Прямо раз и поставил. У меня как-то я его... Каждый раз немного качаюсь, когда я его поднимаю. Вот. Сидушка гораздо удобнее. Ну, сидушка, я так понимаю, тоже можно на одиннадцатую, в принципе, поставить. От Авео. На Авео, от одиннадцатой. И будет шикарно. Вот. Если вдруг подумаешь, понравится моя идея, то... Нет. Нет, звони. Нет. Вот. А так, в принципе, ну, такая же херня, как и одиннадцатый. На одиннадцатый ездить, только, конечно, ну, руль немножко поудобнее. Немножко поудобнее, но и нравится мне, что так же точно напряжение чувствуется. А, кстати, вот. Вот она вся фишка-то ядра усилителя. Вот на одиннадцатый это сложно сделать. На одиннадцатый вот это вот трудно. Все, в принципе, так же, но вот это хорошо. Ну, давай опять поменяемся. Ох, расскажи что-нибудь еще. Ох, как ты здесь сидел. Вообще, вот если человек рассматривает приобретение авиа семилетнего за 240 тысяч рублей, значит, скорее всего, даже не скорее всего, это либо первая машина, либо ты стопудово гонял до этого на отечественной. То есть, вот у Леха у тебя какая была? Девятка. А, девятка, да. Девятка, в 88-го года. Расскажи, что вообще произошло в твоей жизни, когда ты перешел на этот замечательный автомобиль. Слушай, так здесь, оказывается, еще регулируется верх-низ самого сидения. О, вот это шикарно. Ну-ка, порегулируй что-нибудь. Я только сейчас узнал об этом, кстати. Вот, понимаешь. О, смотрите, короче, еще и по высоте оно регулируется за 250 тысяч рублей. В принципе, вообще шикарный вариант. Вот что меня расстраивает, это отсутствие багажника. Есть же авиа, по идее, универсал? Есть универсал. Вот надо посмотреть, сколько стоят универсалы и, вполне возможно, шикарный автомобиль за свои деньги. Ну, я вот это не трогал вообще никак. Ну, нет, я просто под себя вспоминаю, как я вспоминаю. Вообще, замечательный автомобиль. Не знаю, как все остальное, но за свои деньги, за 250 тысяч рублей. Мне кажется, это очень замечательный автомобиль. Багажник только вот. Напрягает, как бы, багажник, да. Но, с другой стороны, не знаю, с другой стороны, что я на ней, так и так, подвеска у нее, как бы, не такая большая. А, да, да, здесь маленький клиренс, еще особо никуда не проедешь. Он же, по идее, еще ниже, чем на 11-й. Ну, как, ниже, чем на наших, вообще, самый большой. Ну, в принципе, не меньше, чем у Ford всяких там. Туда-туда, к нам. В смысле, к моему автомобилю? У тебя же автомобиль-то не вторичный, а то есть, посмотрим, что мы сделали, если все будет. Ну, вот, как итог, автомобиль, автомобиль для людей. Все автомобили для людей за 250 тысяч рублей. Да, 250 тысяч рублей, ну, да. Бывает, нет, конечно, был вариант купить Логана. Но он же некрасивый. Ну, да, зато вот, по сравнению с Логаном, гораздо красивее. Ну, тоже на любителя. Кому-то нравятся Логаны, не нравятся овечки. Вот, тут у каждого свое. Да. Что-то еще хотел спросить. А еще какие-нибудь, может быть, пистяки? Что-то тебе не нравится в нем. Вот, кроме багажника, кроме того, что печка, ну, вот, радиатор печки тек. Что-то еще есть такое, что не нравится тебе в нем? Положа руку на сердце. Что-то, что-то, что-то. А, ну, в последнее время почему-то вдруг загорелась какая-то лампа. А, АБС-ка не работает. У нее, в принципе, должен быть и БС. Но говорят, что этот АБС именно на этой модели очень уж коренного сделано. Потому что даже не сам АБС, датчики АБС, которые стоят на колесах, они очень часто летят. И стоят баснословно больших денег. Ну, с учетом того, что они летят постоянно очень быстро. Вот, и поэтому я просто их убрал, то есть не держу. Вот этого АБС у меня нет, ну, мне, честно говоря, он и не нужен. Короче, АБС говно, а так автомобиль нормальный. Ну, и печка еще тоже говно. Что тут еще у тебя плохое? Ну, про печку я бы не сказал, что оно говно. Не, ну, не говно, ну, в смысле, потекла. Ну, сломалась, да. Вот именно в этом автомобиле, да. Не знаю, не могу сказать про все остальные автомобили овечки. Ну, вот. Андрей Григорьевич, скажите еще. Ну, что, в принципе, тут чисто, хорошо, не прокурено, не грязно. Ну, это скорее плюс владельцу, что-то, не автомобилю. Вот. А так, можно сказать, что за 250 тысяч рублей, в принципе, иномарка. Кстати, где он собирает, ну, был собран вообще этот автомобиль. Ну, вроде как-то, ибо говорили, что-то. Ну, короче, где-то там, чьими-то, может быть, не сильно кривыми руками собранный. Нормально ездит, нормально гоняет. Сколько у тебя скорости обычно ты ездишь? Ну, 120, наверное, едешь по трассе, если. Ну, да, да, 120. Короче, просто хорошо ездить на работу, возить с собой, может быть, девчонку, может быть, там еще парочку. Сзади можно посадить. И все. Что еще нужно человеку для счастья за 250 тысяч рублей? Короче. Короче, вот такой еще один обзорчик у нас. Давай, расскажи, чем еще про автомобиль. Ну, не знаю, в принципе, обзорчик у нас заканчивается. Да. Пока я не могу ничего вам сказать больше. Замечательный автомобиль. Если кто-то, я просто хочу от себя еще добавить, если кто-то что-то знает, еще какие-то косяки этого автомобиля, пишите под видосом, вообще оставляйте там свое мнение, свои комментарии по поводу того, что сказали, что не сказали, может быть, сказали что-то неправильно. За 250 тысяч рублей, если у кого-то что-то есть еще лучше предложить, тоже обязательно напишите, потому что, как я уже говорил сам, подумывая о том, что, может быть, пересеть на что-то более новое, удобное. Но если рассматривать приобретение там за 700, за миллион, я просто посидею, наверное, по нашим дорогам ездить, когда машина за миллион будет трястись. А когда едешь на машине за 250 тысяч рублей, ты можешь смело тут надавить, тут по кочке проскакать. И, в принципе, ты будешь знать, что это не так все, это дорого стоит тебе. А ты, на самом деле, получаешь удовольствие от езды, а не думаешь, что, блин, на очередной кочке ты потерял очередные 10 тысяч рублей на какую-нибудь лишнюю стойку или еще какую-нибудь херню. Вот. Короче, смотрите обзоры, смотрите обзоры книг, кстати говоря, я там делаю разные тоже обзорчики. А просто подписывайтесь на канал, вот эти вот пальцы ставьте обязательно. Вот. Пишите про овечку, кто что думает, у кого, может быть, есть, была, там еще что-то. И самое главное, альтернативу. За 250, за 300 тысяч рублей хороший автомобиль, чтобы ездил, нравился и можно было ездить и радоваться жизни. Давайте, всем пока. Пока-пока. Всего хорошего. Так, здесь в этом автомобиле также еще регулируется руль. Вот здесь. По высоте только или по вылету тоже? Только по высоте. Ну, кстати, насчет вылета... Нет, только по высоте. То есть здесь есть рычажок, опускаешь его, и можно вот выше, ниже, и в итоге как бы можно вот его сфиксировать все. Ну, за 250 тысяч рублей по высоте регулировка руля тоже вообще хорошее дело. Множество мелочей, которые, в принципе, дают собежать. Все понятно.